Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим оборудование мясокомбината для оглушения, убоя, обескровливания, сбора и обработки крови убитых животных. Это оборудование относится к оборудованию для убоя скота и разделки туш. Технологические процессы убоя скота и разделки туш выполняют в следующей последовательности. Оглушение, обескровливание, сбор и обработка крови, отделение головы и конечностей, забеловка туши с последующим отделением шкуры, извлечение внутренних органов, распиловка туши, сухая и мокрая зачистка с последующей оценкой качества мяса, определение массы и упитанности мясных туш. Обескровливание, съемку шкуры и удаление внутренних органов можно проводить при горизонтальном и вертикальном положении туши животного. На предприятиях России практикуется обработка туши в вертикальном положении, так как в этом случае соблюдаются все необходимые санитарные требования и туша лучше обескровливается. Рассмотрим оборудование для оглушения животных. Оглушением называется такое воздействие на организм животного, при котором оно теряет способности двигаться, но сердце его продолжает работать. Этот процесс проводят в целях облегчения убоя и более полного обескровливания крупного рогатого скота и свиней. Мелкий рогатый скот не оглушают. Животных оглушают одним из следующих способов. Электрическим током, механическим воздействием на головной мозг и воздействием углекислого газа. На мясокомбинатах России применяют в основном оглушение электрическим током. Электрооглушение. Недостатком электрооглушения крупного рогатого скота является длительность воздействия током. Это приводит в отдельных случаях к судорожным сокращениям скелетной мускулатуры, что вызывает перелом позвоночника и кровоизлияние в ткани и органы животного. Электрооглушение свиней приводит к повышению кровяного давления и беспорядочному сокращению мышц животного. Это может приводить к кровоизлиянию, ухудшающему товарный вид мяса. Электрооглушение крупного рогатого скота осуществляют при помощи аппаратов ФИОР-1, а свиней ФИОС в боксах и на конвейерах. Аппарат для электрооглушения ФИОР-1 состоит из двух конечных выключателей, станины управления и стека. Конечные выключатели устанавливают в боксе. Они служат для размыкания цепи, питающей электротоком стек, при поднятой подвижной стенке бокса. Станция управления представляет собой металлический шкаф, в котором смонтированы трансформатор, реле времени, промежуточное реле, предохранители. На левой стороне шкафа установлены контрольно-измерительные приборы и выключатель аппарата. Выключатель на рукоятке стека оборудован рычагом. При нажатии на рычаг подается напряжение на стек, а на аппарате загорается сигнальная лампа, указывающая его готовность к работе. Для оглушения животного рабочий концом стека укалывает его в затылочную часть головы, нажимая при этом на рычаг выключателя до тех пор, пока у животного не прекратятся двигательные функции. В зависимости от вида и возраста животных напряжение изменяют в пределах 70-80 вольт. Продолжительность оглушения составляет в среднем для телят 6-7 секунд, взрослых животных 10-15, быков до 25 секунд. Аппарат ФИОС состоит из станции управления высокочастотного агрегата и двух вилок для оглушения животных. Станция управления представляет собой металлический шкаф, на лицевой панели которого расположены контрольно-измерительные сигнальные приборы, а также кнопки включения и выключения установки. Высокочастотный агрегат представляет собой генератор высокой частоты 220 вольт-240 герц. В качестве привода в нем использован электродвигатель. Каждый из двух вилок-стеков – это полая труба, на конце которой закреплено на изоляционной колоде два медных электрода. Электрический ток к электродам подается по проводу, пропущенному через трубку. Стек имеет выключатель подачи напряжения на электроды. Животных оглушают путем наложения электродов вилок на затылочную часть головы, слегка пробивая шкуру. Электроды размещают как можно ближе к височным ямкам, прижимая их с некоторым усилием для создания хорошего контакта. При слабом контакте вместе с соприкосновением электродов со шкурой наблюдается искрение и выделяется большое количество теплоты, что приводит к ожогам шкуры, а эффективность оглушения резко снижается. Продолжительность оглушения 8-12 секунд. Технические характеристики аппаратов для электрооглушения приведены в таблице на слайде. Боксы и фиксирующие конвейеры. Электрооглушение скота выполняют в боксах. Они представляют собой устройства, предназначенные для фиксации животных в определенном положении. В зависимости от схемы организации загона животных и расположения боксов в цехе, их изготавливают в правом и левом исполнениях. Конструкция боксов должна обеспечить безопасность рабочих, глушильщиков, и не затруднить выполнение ими операции обездвиживания, оглушения. Необходимо, чтобы стенки и пол были гладкими, без выступов, которые могли бы ранить животное при его падении. Проходные двери должны закрываться по ходу движения животных. Боксы бывают периодического и непрерывного действия, полуавтоматическими и автоматическими. Одинарными для размещения одного животного, двойными для размещения двух животных, карусельными и универсальными. Длина одинарного бокса 2,5 метра, двойного 5. Ширина бокса 0,7-0,9 метра. В двойном боксе сначала оглушают животное, которое вошло в бокс вторым, а затем то, которое вошло первым. Полуавтоматический бокс состоит из металлической камеры и приводного механизма – лебедки. Камера – это прямоугольное помещение, открытое сверху, и соответствующее размерам животных. При включении приводного механизма пол камеры поворачивается, передняя стенка поднимается, и оглушенное животное соскальзывает на пол. Автоматические боксы проще по конструкции, чем полуавтоматические и занимают меньшую площадь. Рама автоматического бокса сварная. Задняя и одна боковая стенки выполнены глухими. Другая боковая стенка имеет дверцу, через которую в камеру бокса загоняют животных. Дверца перемещается в вертикальной плоскости по направляющим. Ее поднимают и закрывают вручную с помощью лебедки и противовеса. Пол бокса закреплен на поворотной оси. Передняя подвижная стенка соединена с полом через систему блоков. И находясь в крайнем нижнем положении, удерживает пол в нормальном горизонтальном положении. В боксе имеются защелки, которые приводятся в действие электромагнитами. Они закрепляют пол и подвижную стенку в необходимых положениях. У автоматического бокса нет приводного механизма. Опускание пола и подъем передней стенки происходит под действием массы оглушенного животного. Бокс оборудован пультом управления и электроаппаратурой для оглушения. Рядом с боксом установлен склиз. Наклонная площадка, обшитая листовой сталью. Он обеспечивает выгрузку животного из камеры бокса и возвращение пола бокса в исходное положение. Склиз снабжен приспособлением для фиксации резинового листа, который смягчает удар животного при выгрузке. Бокс V2FBU имеет производительность 50 голов в час при максимальной массе животных 1000 кг. Площадь, занимаемая боксом 1,5 кв.м., установленная мощностью 1,5 кВт. Универсальный бокс непрерывного действия представляет собой кольцевую площадку с вращающимся полом. Неподвижная наружная и подвижная внутренние стенки кольцевой площадки образуют дугообразную камеру бокса шириной 700 мм. Пол бокса жестко соединен с внутренней стенкой. Перемещение животного в боксе ограничено специальными поднимающимися фиксаторами, которые укреплены на внутренней подвижной стенке на высоте 700 мм. Фиксаторы приводятся в действие от неподвижного копира через копирный ролик, каретку, которая перемещается в направляющих и тягу. Вращающаяся часть бокса оборудована роликовыми катками, укрепленными под полом. Бокс работает следующим образом. Животные по узкому коридоры поступают на вращающийся пол бокса. На участке загона животных на подвижный пол бокса фиксаторы находятся в опущенном состоянии. При движении пола вместе с животным фиксаторы постепенно выходят из пазов внутренней стенки и поднимаясь занимают горизонтальное положение, чем ограничивают перемещение животного. На площадке для оглушения животное оглушают. Удерживаемое фиксаторами оно поступает к месту выгрузки, а в это время оглушают следующее животное. У места выгрузки фиксаторы опускаются. Животное с помощью отражателя сбрасывают на пол цеха для подъема на путь обескровливания. Фиксирующий конвейер Г2ФПКФ применяют для электрооглушения свиней. Он состоит из следующих основных частей. Каркасов опорной рамы, двух пластинчатых лент, конвейера, привода, площадки рабочего глушильщика и ральганга. Каркасы представляют собой сварные конструкции из стальных труб. Один из каркасов закреплен на опорной раме неподвижно, а другой может перемещаться в поперечном направлении. Расстояние между пластинчатыми лентами регулируют в зависимости от размера свиней. Свиней по одной загоняют с помощью электрических погонялок на фиксирующий конвейер. Предварительно их моют теплой водой в предубойной бухте. При движении конвейера свиней оглушают в автоматическом режиме в течение полутора-двух секунд. Оглушенное животное выгружается с фиксирующего на пластинчатый конвейер, который подает его к месту подцепки. Рабочий накладывает на заднюю ногу свиньи пута, закрепленная на конвейере, которым она подается на путь обескровливания. Техническая характеристика конвейера G2FPKF представлена на слайде. Усильный бокс предназначен для автоматического электрооглушения свиней и имеет круглую форму. Свиней электропогонялкой загоняют в отсек, который находится под углом к боксу. Они подхватываются вращающимся полом и внутренней стенкой бокса и выдаются последовательно под панели с электродами. Последние подключены к установке феоз с напряжением 220-250 вольт и частотой тока от 2200 до 2400 герц. После оглушения животные отсекателем выбрасываются из бокса на наклонно установленный ральганг. Затем поступают к смонтированному над ним роликовому элеватору R1,85. На задние конечности оглушенные свиньи накладывают путы и при помощи элеватора подвешивают на полосовой подвесной путь. Далее туши поступают на обескровливание. Производительность бокса 200-250 голов в час. Однако она может быть повышена за счет увеличения диаметра бокса, угловой скорости вращения пола и стенки, а расстояние между панелями электродов. Продолжительность оглушения свиней в боксе составляет не более 30 секунд. Габаритные размеры бокса с изготавливать его в механических мастерских мясокомбинатов. Далее рассмотрим оборудование для обескровливания, сбора и обработки крови убитых животных. Крупный рогатый скот обескровливают через полторы минуты после оглушения, а свиней через одну минуту. Полнота обескровливания определяется выходом крови, вытекающей в течение шести минут после вскрытия кровеносных сосудов. Она должна составлять 50-60% содержащейся в теле животного крови и не менее 4,5% массы крупного рогатого скота и не менее 3,5% массы мелкого рогатого скота и свиней. Часть крови, оставшейся в туши, удаляется при извлечении внутренних органов. На технические цели кровь собирают в поддоны, расположенные под конвейером. Поддон изготавливают из железобетона. Внутреннюю поверхность облицовывают метлахской плиткой, а наружную – асфальтом. Уклон днища поддона зависит от его длины. Максимальный уклон к трапу равен 5 градусов. Поддон оснащен трапом, желобом, установленным под продолжением рельса подвесного пути и помостом, на котором находится рабочий закольщик. Для пищевых и лечебных целей кровь собирают полыми ножами. При сборе крови у крупного рогатого скота полый нож вводят в шею животного с правой стороны трахеи и ведут его по направлению снизу вверх, пока не войдет в правое предсердие. Конец шланга ножа держат опущенным сосуд для сбора крови. Когда обильное вытекание крови прекратится, полый нож извлекают из туши и перерезают простым ножом шейные кровеносные сосуды, чтобы стекла оставшаяся кровь, используемая для технических целей. При сборе крови свиней применяют полый нож меньшего размера, чем при сборе крови от крупного рогатого скота. Кровь поступает через полость ножа в шланг и стекает в сосуд. Когда кровь перестает вытекать, рабочий извлекает полый нож и перерезает обыкновенным ножом шейные кровеносные сосуды для полного вытекания крови с последующим ее использованием на технические цели. Обескровливание длится 6-8 минут. Кровь мелкого рогатого скота собирают на технические цели в желоб или подставленные сосуды. Для сбора крови крупного рогатого скота применяют установки В2ФБУ разной производительности. Установка В2ФБУ-100 выполняет следующие операции. Сбор и отвод собираемой крови, стабилизацию крови, фильтрацию и перекачивание в крови сборники, выдержку стабилизированной крови, собранной от 10 животных за период времени, необходимой для получения заключения ветеринарно-санитарной экспертизы о ее пригодности на пищевые цели. Автоматическую подачу и дозирование стабилизаторов кровь, мойку, дезинфекцию и ополаскивание закрытой системы сбора крови, автоматический учет крови от определенной партии животных, опорожнения крови сборников. Установки работают в автоматическом и ручном режимах управления. При использовании установок на 0,15% повышается выход пищевой крови от массы мяса, улучшается ее качество. Технические характеристики установок для сбора крови представлены в таблице на слайде. Установка фирмы FACOMIA, Франция. Предназначена для сбора дефибринирования, охлаждения и хранения свиной пищевой крови. В установке имеется полый нож для сбора крови, который с помощью пластмассовой трубки подсоединен к вакуум-насосу. Под действием разрежения кровь по шлангу отводится в один из четырех дефибринаторов прямоугольного типа. Дефибринаторы выполнены из нержавеющей стали и расположены последовательно один за другим, так что образуют сплошную ванну с перегородками. Каждый дефибринатор вместимостью 60 кубических дециметров рассчитан на прием крови от 20 туш свиней. В дефибринаторе имеются вертикальные мешалки. Привод мешалок осуществляется от одного электродвигателя мощностью 0,6 кВт и частотой вращения ротора 1 оборот в секунду через редуктор и трансмиссию. Габаритные размеры ванной дефибринатора 1,6 метра, 0,4 метра, 0,5 метра. С учетом привода общая высота дефибринатора составляет 1,5 метра. После ветеринарно-санитарной экспертизы открывают клапан и благополучная в санитарном отношении дефибринированная кровь поступает по трубопроводу установленному наклонно в фильтрующий бак вместимостью 60 кубических дециметров. Из фильтрующего бака дефибринированная кровь насосом перекачивается в бак предварительного охлаждения и хранения вместимостью 200-300 кубических дециметров. Из него охлажденную кровь могут передавать в бак вместимостью от 1000 до 2000 кубических дециметров на хранение или сливать в металлические фляги для последующего использования в колбасном производстве. Отличительная особенность описанной установки – универсальность, что позволяет использовать ее как для получения дефибринированной, так и для сбора стабилизированной крови. В последнем случае в пол и нож для обескровливания подают по шлангу раствор стабилизатора. Стабилизированную кровь собирают в дефибринаторы с выключенной мешалкой. После положительного заключения ветеринарно-санитарной экспертизы стабилизированную кровь передают на охлаждение и хранение. Уменьшая или увеличивая число баков для хранения охлажденной крови установку можно применять на предприятиях различной мощности. Она отличается удобством санитарной обработки и надежностью в работе. При сборе и обработке пищевой крови оборудование, инструменты, инвентарь тщательно промывают после каждого использования и ополаскивают дезинфицирующим раствором. Нож и сборник перед наполнением кровью стерилизуют острым паром. А далее в этом видео мы рассмотрим важные вопросы, касающиеся требований безопасности при убое скота. Бойцы скота, занятые электрооглушением, должны быть обеспечены диэлектрическими галошами и перчатками. А пол на их рабочем месте должен быть покрыт рифленым диэлектрическим ковром. Все металлические части, площадки и щиток управления должны быть заземлены. Наличие напряжения определяется только по сигнальной лампы и по вольтметру. Около рабочего места бойца, занятого электрооглушением скота, должно находиться специальное приспособление. Изолированное гнездо для помещения электростека. В перерывах во время работы и хранения его после окончания работы. Металлическая штанга стека снаружи должна быть покрыта изоляцией. При работе со стеком вилкой запрещается переносить его, держа за рабочую часть. Проверять наличие напряжения, прикасаясь стеком вилкой к металлическим частям или трогая его руками. Стенка между площадкой для бойца скота, занятого электрооглушением и боксом, должна быть сплошной. Высотой не ниже 80 см. Ширина лестницы, ведущей на площадку, должна быть не менее тех же 80 см. Для предупреждения травматизма на операции подцепки должны быть предусмотрены звуковая и световая сигнализация. Сигналы должны подаваться за 2 секунды до начала открывания передней двери и опускания пола бокса. Устройство для вертикального подъема опускания троллеев с тушами и пересадки X-конвейера на конвейер должно иметь, кроме основного путевого переключателя, второй путевой переключатель, который отключает привод устройства в том случае, если выключатель не сработал. Подъемник необходимо оснащать блокировкой, предотвращающей падение троллеев во время подъема. Перемещение туша по подвесному пути вручную должно проводиться при помощи приспособлений типа рогачей длиной не менее 1 метра. Администрация предприятия должна следить за обязательным ношением защитных касок бойцами скота и работниками, занятыми на операциях подцепки, пересадки туш, съемки шкур, подкатки туш к шпарильному чану и загрузки их в чан, подъема туш после шпарки на подвесной путь элеватором или лебедкой, подгона туш к опалочной печи, опалки туш свиней газовыми горелками или паяльными лампами на бесконвейерных подвесных путях, сухой и мокрый зачисток туш на бесконвейерных путях. Рабочими занятыми выборкой и транспортированием троллеев и перемещением туш по подвесным путям вручную. Инструмент для работы следует выдавать по личной карточке. По окончании работы рабочие должны сдавать инструмент на хранение кладовщику, мастеру, бригадиру. Для переноса и временного хранения ножей, кинжалов, крючков и мусатов должны быть предусмотрены спицы, альные футляры, полностью укрывающие лезвия режущих инструментов, стержни мусатов и острие крючков. Длина рабочих мест на операциях, выполняемых при помощи ножей, должна быть не менее 1,6 метра. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную оборудованию для оглушения, убоя, обескровливания, сбору и обработки крови, которая применяется на мясоперерабатывающих предприятиях. Спасибо вам за внимание. На канале есть еще другие видео, посвященные оборудованию не только мясного производства, но и оборудованию других отраслей пищевой промышленности. Посмотреть эти видео вы можете перейдя по ссылкам в описании или же зайдя на канал и выбрав вкладку плейлисты, а там выбрав плейлист машины и аппараты пищевых производств. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, в колокольчике все уведомления, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Отправьте его вашим знакомым и друзьям, которым оно может быть интересно через WhatsApp. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!